Нужно обязательно повторить общий анализ крови, посмотреть, как он поднялся или нет. И обязательно вне химию посмотреть. Уже с утра все заказано. Он кардиолог, она трансфузиолог. Медицина связала студентов Руслана и Анастасии еще в 2007 году. И вот уже много лет врачи рука об руку и дома, и на работе. Причем семья Осетина и уроженки Казахстана с татарскими корнями – яркий пример развенчивания национальных стереотипов. Когда росла первая дочь, я большее время находилась на дежурствах. То есть она большее время росла с папой. Папа водил в садик, на танцы. То есть полностью такие были у них отношения. С младшей уже попроще. То есть уже как бы я где-то там старалась с ней быть. Но обе наши дочери выросли в больнице. Многие врачи знают наших детей. Во время своей работы дочери требовалось погулять. То есть я работала, она гуляла во дворе больницы. Сегодня супруги ждут третью дочку. Руслан признается, что мечтала о наследнике, но дочерей воспринимает как особый подарок от Бога. Женое, чтобы муж и жена любили и поддерживали друг друга. Тогда любые проблемы – несложности. Чита медиков, к примеру, детей воспитывает без помощи бабушек и дедушек. Дежурство в больнице скорой помощи в летнее время сменяет работа на даче. Но все успевают, остается время на хобби. Семья медиков, как и любой, наверное, семье, все-таки если семья создается, то это должно делаться осознанно. Это нужно было все-таки единожды и однажды. Самое ключевое, что естественно, чтобы царила любовь. В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи сегодня трудится 30 семей. Врачи убеждены, работа в экстренных службах учит ценить даже маленькие радости. Ну а семья, говорят медики, была и будет для них главной ценностью. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.